И к другим важным событиям. Борьба сотрудников госохраны с администрацией Морпортов за свои рабочие места продолжается. Члены профсоюза провели очередной митинг на Лонжероновской под стенами АМПУ и передали свои требования руководству предприятия. Если тендер по передаче услуг охраны частной фирмы, запланированной на 18 октября, не отменят, митингующие обещают полномасштабную забастовку. Мой коллега Дмитрий Богомолов изучал тему. Эта история длится больше года. Если в Николаеве администрации морских портов Украины удалось провести тендер и передать права на охрану порта частной фирмы еще в прошлом году, то в Одесской области свои права на рабочие места до сих пор защищают около 300 госохранников сразу трех черноморских портов. Главная причина такого решения, по мнению руководства АМПУ, экономия денег. Но судебные издержки из-за увольнения николаевских портовиков уже ударили ведомство по карману. Да и к самой экономическому обоснованию членов профсоюзов большие вопросы. Суммы они занижают. Они занижают то, что было сказано, 52 гривны. Это была последняя цена. За час работнику платят. Но это не входит в все остальное. Все остальное, чем должен обеспечен был человек на своем рабочем месте. Поэтому эта цифра гораздо выше. Это где-то 80 приблизительно гривен. Поэтому говорить о какой-то экономии. Они сейчас это сделают. Допустим, ввиду, да, сделают такую зарплату. Но когда человек придет уже на работу, все эти затраты опять то же самое пойдет на этого. По словам контролеров госохраны, уровень зарплат руководства АМПУ и рядовых служащих несоизмерим. Вы посмотрите, вон таблица есть. Оклады руководителей, которые нас хотят заменить. Там один оклад начальника администрации Вескаганца равен порядка 50 охранников. Месячный оклад. Он получает приблизительно, может быть, со всеми накрутками около полмиллиона гривен. Ну, естественно, если придет частная охрана, нас, охранников, контролеров, выкинут на улицу. После уже пятого за год митинга, в котором протестующие использовали палатки, шины и бочки с горючим, руководители внутренней безопасности АМПУ пошли навстречу и сели за стол переговоров с протестующими. Нами было, значит, за наказом голови, створено рабочую группу, яка вивчила всі ризики, яка вивчила всі плюси, всі мінуси, які, значит, будуть після проведення даної процедури. І, відповідно, згідно, було надано доручення голови на проведення вказаної процедури в трех філлях. Це, значит, Одеська, Ілечівська і Ізмаїльська. Хочу вас запевнити, що процедура буде проведена, значит, тільки з дотриманням чинного законодавства. Мнення уже в котрій раз разошлись. В АМПУ заявляють, що предоставляли всю документацию в профсоюзі, эту інформацію опровергають. Ні единого відвіта, то, що ви тільки що сказали, профсоюзам на їх обращення по поводу фонда заробітной плати, його дискримінаційного уровня в філлях, по поводу сокращення, направлено не було. Якщо у вас є ці документи з ісходячими і вручення, будь-яка, представьте. Кроме того, председатель правкома Служби безопасности Одесского морпорта сообщила о нарушениях при подготовці тендерной документации. Це альфа-беспека компания, яку пітається завести сюди в охрану порту, которая, кстати, тендерна документация також подгоняється под цю компанію. Было 136, по требованию тендерной документации, було 136 чоловік, вони должны представити тендерна документация, 136 чоловік представляють, що вони у них є, документи на них, трудові книжки, все сертифікати і так далі. Упрощають тільки 34 чоловік. Требовання профсоюзів об отмені тендер і сохранення рабочих місць для охранників були передані в письменному віде руководства МПУ. Також сотні підписів в очередной раз будуть відправлені в Кабмін і в адміністрацію президента України. Все необхідні мероприятия нами проводяться і ежемесячно, починаючи з декабря року року, інформується адміністрація президента України о сустоянии дел. В конце концов, ситуація повинна буде розрішитися. Все лошадість на сьогоднішній день знаходяться в правовому полі. Ми сьогодні еле здержимо цих людей, що... Сьогодні ми ще здержимо. Завтра, вський митинг, якщо не буде услышано, вський митинг, то там будуть горість шіни, а потім вже починають розбиратися. Почему? А вот почему? Потому що нас не слышат. Телеканал «Репортер» следить за развитием событий.